В эфире Самарский телевизионный вестник в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! В Самарской области рекомендовано ограничить новогодние массовые мероприятия. Речь идет о танцполах, дискотеках, концертах не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Такие рекомендации озвучены Роспотребнадзором. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по коронавирусу. Ограничения коснулись и детских мероприятий. Проводить новогодние праздники, например, утренники, можно только в пределах одного класса или групп. Для двух и более коллективов совместное мероприятие запрещено. Несмотря на все ограничения, катки, горки и спортивные площадки будут работать в обычном режиме, но только с соблюдением дезинфекционного режима, социальной дистанции в пунктах проката и раздевалках и без массового скопления людей. Оперштаб Самарской области по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение об увеличении процента заполняемости залов. Теперь кинотеатры, театры, а также физкультурные и спортивные объекты могут заполняться зрителями на 70% при условии соблюдения всех мер безопасности и действующих требований. Такое решение стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки в регионе. В Самарской области на 11% увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Стоит отметить, что за неделю в регионе COVID-19 выявлено у 6200 человек. Это на 20% меньше показателей предыдущей недели. Власти региона планируют выделить дополнительные средства для проверки контактных с COVID-19 пациентами людей без симптомов заболевания. В регионе поддержали введение обязательных QR-кодов с 1 февраля 2022 года. Соответствующий проект федерального закона обсудили в региональном парламенте. Таким образом, региональные власти смогут устанавливать правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого потребуется предъявить QR-код о вакцинации, либо документ о том, что человек переболел коронавирусом, или же справку о медицинском отводе от прививки. Требования не должны применяться к организациям, которые обеспечивают население продуктами питания, товарами первой необходимости и аптекам. В регионе выявили еще 781 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре – 240 человек. 262 в Тольятти, 42 в Сызране. 715 человек обследовано с диагнозом небольничная пневмония и ОРВИ. 66 выявлено при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 185 994 случаи заболевания коронавирусом. Большинство полностью выздоровели. За минувшие сутки из медучреждений региона выписано 599 пациентов. Увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 5732 наших земляка. Только за минувшие сутки скончались еще 34 человека в возрасте от 47 до 83 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. В Самаре проводится проверка по факту крупного пожара на территории Птичьего рынка на улице Нововокзальная. Возгорание там произошло около половины пятого утра 7 декабря. Изначально загорелся ангар с домашними животными, многие из которых погибли. Позже огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. В считанные минуты к месту ЧП прибыли первые пожарные расчеты. Всего в тушении было задействовано 126 человек личного состава и 39 единиц техники. Наполнительно были привлечены пожарная насосная станция и пожарный поезд железнодорожной станции «Самара». Спустя пару часов пламя удалось локализовать. В 9.30 утра пожар был ликвидирован. Никто из людей не пострадал. Причины пожара выясняются. В Самаре с 8 по 10 декабря в домах снизится напор холодной воды. Это связано со строительством двухуровневой развязки на улице Новосадовой. Там к действующим сетям водоснабжения подключат три новых водовода диаметром 1000 мм. Из-за проведения работ в некоторых домах города в эти дни возможно понижение напора холодной воды, сообщили в ресурсоснабжающей компании. Технические возможности позволяют обойтись без отключения холодной воды на время работ. Однако возможно понижение давления в жилых домах. Это явление может произойти в многоквартирных зданиях, расположенных в границах следующих улиц. Антонова-Овсеенко, Карбышева, Мариса Тореза, Мяги, Революционное, Московское шоссе и Гаражное. Жителям рекомендовано запастись водой. Территорию возле дома не приводят в порядок, а пешеходная дорожка больше напоминает грязевое болото. С такими проблемами столкнулись жители нескольких домов по улице Волгина. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». В нескольких метрах от дома на газонах прошлогодние листва, старые сухие ветки и мусор, который не убирают месяцами, жалуются жители. Периодически они устраивают субботники, но хватает этого ненадолго. Помочь привести территорию в порядок люди просят ответственные службы. Претензии к компаниям, которые отвечают за благоустройство и уборку территории. Вот улица Волгина, вот наш участок, мы вообще не видим, что у нас работали дворники. Все убирается силами только жильцов. Вот придомовые какие-то территории, как-то охраняем все. У нас нет ни урн. Дворники считают, что это не наша территория. На город. Город вообще не показывается. Ну, если только вот раз трактор какой-то пройдет, когда уже вот пройти нельзя. А так мы вообще не видим, что велась какая-то работа. Ну, такое впечатление, что вообще мы брошены. Вот у нас железнодорожный район здесь вот. Ну, я не знаю, вот этот вот закуток. Только вот на энтузиастах держится. А это тротуар, от которого осталось одно название. Вместо асфальта – лед в перемешку с грязью. Выезды из дворов в выбоинах. Некоторые просто затоплены водой. Уже много раз жители обращались к коммунальщикам. Но положительного результата это пока не дало. Обращались в водоканал, никто на нас не реагирует. И управляющие компании наши, в этот водоканал обращались, не реагируют. Они походят, походят и все. Посмотрят, посмотрят, и вода так и есть. Факт от того, что вот это вот и машинам плохо, и в разлив у нас здесь не могут пройти ни люди, ни женщины с колясочками, ни на санках. И вообще вся наша дорожка вот эта по Волгину в ужасном состоянии. Она уже и просела, по отметкам стала ниже проезжей части, ниже выезда со дворов. Все стоки идут вот на эти выходы со дворов. И тут для нас целая катастрофа. Осенью, весной, когда дожди идут. Проходить по ней невозможно. Люди лезут на сугробы, лезут по одну сторону, по другую сторону. Но только не по этой пешеходной. Либо по дороге идут, деваться некуда. Жители просят обратить на их проблемы внимание, подключиться к решению вопроса районную администрацию и, наконец-то, навести здесь порядок. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Более 12 тысяч операций с начала года проведено специалистами Самарского областного онкологического диспансера. Более 48 тысяч пациентов успешно прошли лечение. И в этом огромная заслуга докторов, которые заботятся не только о физическом, но и о моральном состоянии людей. Чтобы поднять пациентам настроение, в ФАИ-анкоцентре открылась интерактивная выставка «Живая история». Павел Баймаков расскажет подробнее. Буквально несколько секунд и картинка оживает, рассказывая человеку об интересных и знаковых местах Самарского края. Разноплановая анимация и голосовое сопровождение виртуального экскурсовода помогает узнать много нового. Причем не только жителям, но и гостям региона, которые приезжают сюда за квалифицированной медицинской помощью. Несмотря на пандемию, диспансер продолжает работать, не на день не закрываясь, продолжает оказывать всю специализированную помощь онкологическим пациентам. Плюс у нас развивается медицинский туризм, соответственно приезжают пациенты из других регионов, и они тоже должны знать историю соседнего края. Поэтому я надеюсь, что данный проект будет носить долгосрочный характер. С начала года специалистами Самарского областного онкологического диспансера проведено более 12 тысяч операций. Более 48 тысяч пациентов успешно прошли лечение, и в этом огромная заслуга докторов, которые заботятся не только о физическом, но и моральном состоянии людей. Терапия средой, она поддерживает эмоциональный фон пациентов, и уже доказано, что эмоции тесно связаны с телом. Таким образом, через вот эту поддержку и поддерживающую среду вырабатывается иммунитет, и людям легче приносить и эмоциональные переживания, но вместе с тем и телесные. На самом деле это очень здорово, что центр предоставляет возможность не только физического здоровья, но и оказывает такую эмоциональную поддержку. Скажу честно, находясь здесь, это очень важно, это очень нужно, потому что от настроения, от эмоционального состояния зависит очень сильно само выздоровление. Чтобы побывать на интерактивной выставке, достаточно просто взять в руки смартфон и скачать приложение. Посетителям выставки доступны 24 экспоната. Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история» реализуется в рамках празднования 170-летия Самарской губернии. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. 9 декабря в России отметят День Героев Отечества. К акции «Расскажи о герое» в Самарской области присоединились росгвардейцы. В гости к кадетам росгвардейского класса в Тольятти пришел герой России, разведчик Александр Стержантов. За его плечами контртеррористические операции на Северном Кавказе. Он участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, где был ранен. Знаковым событием стал бой у дагестанского села Чебан. Здесь в полной мере проявилось его чутье разведчика, отчаянное мужество и командирская мудрость. Всем этим он поделился со школьниками. Мне понравилось, как он рассказывает, кем он был, что он делал в этой жизни, сколько он прослужил, сколько... Просто он сделал. Ну, что может человек ощущать, глядя на детей? Естественно, что радость. Радость, что жизнь продолжается. Класс именно кадетский росгвардей. Наверняка же, встречаясь с нами, слушая учителя, встречаясь с другими, командиром, они же тоже уроки здесь проводят. Кто-то из них пойдет по стопам военных, будет опять же служить. Кто-то в Росгвардии может служить. Будет стоять на страже законности. Задержание воровки в Тольятти, ДТП с пострадавшим и дорожная авария в Волжском районе, в результате которой погиб человек. Подробнее об этом расскажем во взоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Тольятти. Авария произошла около 8 утра 6 декабря на улице Маршала Жукова. По данным ГИБДД, при перестроении из ряда в ряд 33-летнего телевазовской легковушки протаранил Датсун. Тот, в свою очередь, заехал на газон и врезался в световую опору и забор. В результате аварии травму получил 11-летний пассажир Датсун. После оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате дорожной аварии в Волжском районе. ДТП произошло около 5 вечера 6 декабря на автодороге М5 «Урал». По данным полиции, 53-летний водитель вазовской легковушки выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Ещё трое пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу. До двух лет лишения свободы грозит 36-летней жительнице Тольятти. Её подозревают в краже мобильного телефона. Преступление было совершено в одном из кафе в центральном районе Автограда. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Позже по приметам подозреваемую задержали. По данным полиции, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. В Самарской области похолодает до минус 10 градусов. Об этом рассказали в Приволжском ОГМС. Днём в регионе ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 10-4 градуса. Местами, возможно, гололедится. В Самаре в среду днём будет около нуля градусов. В ночь столбики термометра опустятся до минус 10 градусов. Метеорологи предупреждали о надвигающемся похолодании. Особенно морозными будут ближайшие ночи. Причиной тому стало поле повышенного атмосферного давления. А в целом, по информации Гидрометцентра России, в первой декаде декабря средняя температура воздуха будет выше нормы на 4,5 градуса. Это были все новости на сегодня. Интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости на канале YouTube, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok